Сегодня на своём канале о сухоцветах и не только я расскажу вам о семенах тех сухоцветов, которые я могу вам выслать. Очень многие подписчики у меня просят такие семена. И чтобы облегчить вам и себе задачу, я решила рассказать вам об этих семенах. Так как видео получится довольно-таки длинным, придётся сделать его из двух частей. Высылать семена по Украине нет никаких проблем. Укрпочта и новая почта к нашим услугам. Так как ни в Казахстан, ни в Россию, ни в Белоруссию я из Украины семена послать не могу, не разрешают, а заказчиков очень много и все пишут, я нашла такой выход. В апреле и в октябре я бываю 2-3 дня в Воронеже. Я приезжаю, связываюсь со всеми, кто у меня заказал семена, обговариваю детали, потом делаю отправку, снова связываюсь, говорю, какая сумма в итоге получилась, и вы мне на карточку Сбербанка России мне удалось в апреле такую оформить на себя, отправляете мне деньги. Так что всё очень просто. Связаться со мной можно по Вайберу, по Ватсапу, позвонить на номер телефона, я его уже не раз там показывала в комментариях, но в этот раз вы можете его прочитать в описании к видео. Можно найти меня в Одноклассниках, Галина Зайцева-Честных. Редко там бываю, но иногда всё-таки забегаю. В Фейсбуке тоже можно меня найти. Со 2 сентября я готова принимать ваши заказы. С семенами ещё очень много работы, но у меня есть хороший помощник, моя мама. Ей уже 90 лет, но делает она всё очень ловко. Сама бы я не справилась ни за что. Совсем нет времени. Если что-то непонятно, пишите мне в комментариях, либо на Ватсап и Вайбер. Я стараюсь всем отвечать. Ну а теперь рассказ о семенах. Начну я со злаковых, которые выращиваю из года в год вот уже много лет. Зайчий хвост или лагурус. Это я вам показываю уже отбеленный. Он очень хорошо отбеливается испарением перекиси водорода. Хорошо красится. Об этом уже были в видео. Сеять его нужно на рассаду, потому что в грунт у вас в больших количествах не получится. Поэтому в марте, в конце, в начале апреля сеем. Об этом уже было видео. Просто волосовидное. В живом виде им декорируют сейчас букеты из живых цветов. А если его высушить и потом ещё и отбелить, получается очень красивый материал для аранжировки букетов из сухих цветов. Выращивать просоволосовидное лучше рассадой. Поэтому в начале апреля можно посеять в ящички, а потом рассадить на расстоянии 5-10 сантиметров. Так получается лучше выход колосьев, и они более качественные. В отличие от просоволосовидного, проса обыкновенная выглядит вот так. У него более крупные зёрнышки, сам колось более объёмный, но в работах он тоже смотрится довольно-таки изящно. Если его срезать зелёным и повесить на чердаке, колоски эти будут зеленоватые. Можно осветлить на солнце до пшеничного цвета, а можно отбелить, как вот отбелила вот эти вот колосья, я испарениями перекиси водорода. Но здесь очень важно не прозевать, чтобы наши колоски не перезжглись. Вот видите, вот здесь вот немножечко отпадают чешуйки. прозевало момент, когда его надо было вытащить. Проса можно вырастить и посеяв семена в грунт, и вырастив рассаду. Но в этом году у меня что-то сложилось не так хорошо для этих семян, как хотелось бы, и они плохо взошли. Поэтому на следующий год рисковать не буду. Выращу рассаду и рассажу на расстоянии 5 сантиметров. Красавица, ярая пшеница, это жезель. У нее очень длинные ости, от этого она смотрится лучше всех других пшениц. Отбеленная и крашеная тоже красиво выглядит. Делается это все просто, об этом уже показывала и рассказывала. Ярую пшеницу сеем как можно раньше весной, не под зиму. Красив вот такой вот костер или бромус. Его в природе можно встретить, такую разновидность, но очень низенькую. Я же вырастила из голландских семян и колосья доходит в высоту до 70 сантиметров. Считается он озимым однолетником. То есть, если семян много, можно посеять их в августе, они хорошо взойдут, а на следующий год, в начале лета, сразу выбросят весь колось. Если семян мало, то лучше посеять рассадным способом. В начале апреля в ящички, а потом рассадить на 10 сантиметров. В таком случае срезка будет продолжаться в течение месяца-двух. Колосья будут появляться постепенно все новые и новые, и срезка будет продолжительной. Поэтому, когда вы будете иметь много своих семян, посейте их в августе. Очень хорошо он отбеливается испарениями перекиси водорода и хорошо красится пищевыми красителями. Овсюк, или как я его называю, декоративный овес, красив своими необычными колосьями. Я обожаю это злаковое растение. Хорошо он отбеливается и прекрасно красится. Так же, как и бромус, вырастить его можно двумя способами. Он тоже является озимым однолетником. При большом количестве семян можно посеять в июле-августе, и на следующий год так же выйдут сразу все колосья. Но когда семян мало, опять же, сеем в начале апреля, выращиваем рассаду и рассаживаем потом на грядку на расстоянии 10-15 см. Выход колосьев будет тоже продолжительным. И срезка будет занимать ваше время в течение месяца-двух. Бриз, отрисунка, кукушкины слезки так называются вот такие изящные, нежные колоски. Выращивать их тоже нужно рассадным способом в начале апреля, а потом высадить на расстоянии 10 см. Хорошо они осветляются на солнце, можно немножечко отбелить испарениями перекиси водорода, но вот покрасить у меня не получается. Очень уж они хрупкие и нежные. У чумизы колосья выглядит несколько грубовато, но благодаря своей фактуре и в некоторых флористических работах ей просто нет замены. Колосья могут вырастать в длину до 20 см. А потом из пасынков этого растения могут выходить маленькие колоски, довольно-таки миниатюрные. Само же растение вырастает больше метра в высоту. Сеять можно как в грунт, но потом хорошо надо прорядить, так и рассадным способом, посадив потом эти сеянцы на расстоянии 5 см. Лисий же хвост очень похож на чумизу, но выглядит намного изящнее. Все благодаря тому, что у него есть маленькие ости, вот такие вот волоски. Растения можно отбеливать, можно красить. Сеется он так же, как и чумиза. Можно в грунт, можно рассадным способом. В начале апреля. Фолярис или канареечник по форме колоска похож на зайчий хвостик. Но зайчий хвостик это очень нежное создание, а фолярис довольно грубоватые колоски. Но он тоже пользуется большой популярностью у флористов. Вырастить его не сложно. Достаточно в апреле в пролитые водой бороздки посеять эти семена. Потом надо дать две подкормки азотным удобрениям, комплексное удобрение. И все. Срезка делается сразу, вся одновременно. Так что здесь нет ничего сложного. Очень красивый пенисетум я вырастила впервые в этом году. Об этом было видео. Это пурпурбарон. Вот этот колос я застабилизировала глицерином. И он смотрится так же, каким был до срезки. Поэтому это растение стоит выращивать. А оно в цветниках великолепно, как самостоятельное растение, просто замечательное. Ну и как флористический материал. Сеять надо в начале апреля на рассаду. Или если очень много семян, они довольно-таки крупные, можно попробовать в грунт. Расстояние надо давать сантиметров 30-40. Скобиоза звездчатая дает невзрачное цветение. Зато семенные коробочки у нее ни с чем не сравнить. Шарики эти могут доходить до 5 сантиметров в диаметре. Можно использовать вот такими. Можно отбеливать. Можно красить. В результате получится очень интересный флористический материал. Сеять семена надо рано весной, прямо в грунт. Рассадой получается плохо. Очень популярна сейчас кроспедия. Используют ее как свежей срезки, используют и как сухоцвет. Она хорошо высушивается и сохраняет цвет и форму. Сеять надо в феврале рассадой. В грунт ничего не получится. Сафлор красильный лучше посеять в грунт рано весной. После того, как появятся всходы, прорядить на расстоянии 20 сантиметров. Во время цветения можно срезать и засушить. Получается вот так. А если срезать до цветения и поставить раствор глицерина, получаются очень необычные, изысканные цветы. Но уж если отбелить испарением перекись водорода, это вообще будет чудо. Можно подкрашивать, можно золотить, можно серебрить. Много разных вариантов есть поработать с этим цветком. Дурман фиолетовый особенно интересен своими коробочками. Их можно отбеливать и красить. Но надо помнить, что это растение ядовитое. И особенно ядовитый у него семена. Сеется он под зиму, либо рано весной. Сходит прекрасно, когда уже довольно-таки тепло. Расстояние дать надо хорошее между растениями. Ну, сантиметров 70 хотя бы. Дает хороший самосев. Молюцело или ирландский колокольчик растение удивительное. Во-первых, у него необычный запах. Во-вторых, колокольчики у него все светло-зеленого цвета, такого салатового. От этого в цветниках он очень красиво смотрится. Ну и как флористический материал ему трудно найти замену. Но надо помнить, что если высушить колокольчики просто вот так на ветках, они будут засыпаться. А если застабилизировать, это будет все очень прекрасно держаться. Вот это у меня молюцело стабилизированное. Ее можно отбелить, ее можно покрасить. Хорошо дает самосев, поэтому можно сеять под зиму, не присыпая грунтом, а просто по поверхности. Либо, если вы хотите вырастить рассадой, надо посеять в конце марта, либо в начале апреля. Но помните, всходы будут не одновременные. Какие-то семена взойдут раньше, а какие-то только через месяц. Гелептерум гумбольта настоящий сухоцвет. То есть после высушивания он сохраняет цвет и форму на долгие годы. Родом он с Австралии, любит много солнца. Выращиваем рассадным способом. В начале апреля сеем семена, а потом окрепшие сеянцы высаживаем в грунт на расстоянии 20 сантиметров. В этом году внесла очень много песка на тот участок, куда высаживала эти растения. И ему это понравилось. На этом я пока прервусь. Вы будете смотреть, а я пойду делать продолжение. Так что скоро встретимся.